Какие-то собаки рождаются на улицах, какие-то оказываются без крыши над головой из-за потери хозяина, некоторые теряются, а есть еще те, кого люди сами выставляют за дверь своего дома. И не имеет значения ни возраст, ни наличие породы у животного. История, случившаяся с этой хаски, в очередной раз это доказывает. Зооволонтер из Петрозаводска, Галина решила поехать в местный отлов, чтобы взять себе очередного подопечного. Каково же было ее удивление, когда за прутьями решетки она увидела печальную хаски, которая безразлично глядела по сторонам. Женщина решила узнать у сотрудников, как породистая собака оказалась в таком месте, и почему хозяева до сих пор не забрали ее. Как оказалось, хаски попала в отлов с улицы, где была на самовыгуле. По клейму удалось найти ее хозяев, но те ответили, что собака им больше не нужна. Галину тронула эта история, и она решила помочь бедняжке вновь поверить в лучшее. Так хаски, которая получила кличку Айна, отправилась в новый этап своей жизни. Айне было 4 года, она не раз рожала, и в целом была здорова. Галина отвезла непоседливую девочку на передержку. Как и все хаски, Айна отличалась высокой активностью, своенравием, смелостью. Но она любила и ценила общество людей, несмотря на то, что от них в жизни видела мало чего хорошего. Во время прогулок она играла и резвилась, а если было нужно, спокойно ходила на поводке. Конечно, на породистую молодую собаку находились желающие, но Галина искала надежных людей, которые понимали все особенности этой породы. Хаске нужно много пространства для выплеска энергии, активные хозяева, люди, которые смогут одновременно построить с ней доверительные отношения и показать, что хозяева – это лидеры, но очень даже любящие и заботливые. И вскоре Айне посчастливилась познакомиться с такими людьми. Галина и Иван, у которых было свое хозяйство в районе, решили попробовать подарить этой умной девочке дом. Сначала она отправилась на испытательный срок, и вскоре хозяева приняли решение оставить ее у себя навсегда. Жизнь у Айны очень насыщенная. Она много гуляет в соседнем лесу, купается в речке, ходит в гости к соседям, играет с котом и другими собаками. Теперь она, наконец, получает всю ту любовь, которой ей так не хватало раньше. Если вы тоже неравнодушны к животным, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и делитесь этим видео с друзьями. До новых встреч!